всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня я решил поэкспериментировать немного с птицей 5 лет назад мы тогда еще жили в москве рядом с домом была палатка в которой торговали всякими разными местными деликатесами одним из самых удачных продуктов у них был рулет из птицы там была смесь индейки и курицы я регулярно там затарился всякими вкусняшками видимо ностальгия замучила и поэтому захотелось повторить нечто подобное по мотивам так сказать но просто нарезать куски мяса и все смешать в одном рулете мне показалось скучным поэтому я хочу заморочиться с формой нарезки не знаю пока что получится но пока не попробуешь не узнаешь верно принцип приготовления стандартный для всех изделий ветчинного типа то есть нарезка засолка просаливание на сутки и тепловая обработка я вчера закупил индюшатину продавалась вот в таком вот нарезанном виде и куриную грудку кроме того мне понадобится соль поваренная соль нитритная перец и чеснок возьму гранулированный просто потому что с таким проще всего добиться повторяемости результата сверху чеснок весь разный какой-то более острый более жгучий какой-то менее ладно хватит рентеть надо нарезать все вподряд куриную грудку распущу частично на плоский вам ти а частично на брусочки естественно бритвенно-острым ножом самура хай карбон и то же самое проделаю с индейкой благо на меня уже на вам ти нарезан осталось только на брусочки часть расплассовать что касается посола для начала надо взвесить мои продукты и того тысячу тридцать граммов килограмм практически а индейки тысячу шестьдесят то есть всего суммарно получается 2100 граммов и так к общему весу мяса будущего рулета нужно прибавить 10 процентов воды и к получившейся сумме масс уже делать расчет два процента соли полпроцента сахара чеснока три десятых процента ну и перца столько же но соли возьму пополам я уже говорил да нет не говорил то есть половину нужного мне веса то есть один процент от нужного объема нитритный содержанием нитрита натрия 0405 процентов и половину поваренной нитритную соль ищите в интернете я купил свое ведерко на 10 килограммов на и бы вы можете в магазине ем колбаски например купить спасибо кстати павлу пленку которая буду использовать сегодня для рулета я получил от него так сахар а вот он сахар коричневый просто потому что белый кончился вот сюда его и размешать да я не сказал следить чтобы температура мяса у вас не поднималась выше плюс 12 лучше даже плюс 10 я говорил уже в сотни ролик не сотни в десятках роликов по колбасному делу так черный перец и чеснок из надо раздавить ступки мне нравится когда он кусочками попадается на зуб в рулете так все можно смешивать заселить буду отдельно потом еще какое-то подобие рисунка из этого мяса собирать так что часть сюда часть сюда и смешать старательно смешать вымешивать надо до появления липкости ну и все на сегодня отправлю это просаливаться в холодильник на сутки до завтра сутки прошли можно приступать к самой сложной части сегодняшнего рецепта сборки рулетов самый сложный потому что я собираюсь соорудить как вы помните некое подобие рисунка я даже не уверен что он получится потому что вроде мясо разная индейка и курица но в обоих случаях это грудка не факт что она будет отвечать отличаться по цвету опыт у меня в этом деле никакого но глаза боятся руки делают я заранее подготовился это у меня коллагеновая пленка спасибо павлу из магазина ем колбаски это залившиеся мясо сетка пряности сетку натянул на трубу для того чтобы было удобнее рулет не запихивать ну ладно поехали для пущей красоты хочу внешний слой рулета обсыпать красивыми пряностями а чтобы они оказались равномерно распределены смажу пленку мясным соком он по сути уже не мясной сок а клей мясной теперь пряности это у меня смесь который называется мексика очень ароматная такая вот обсыпка конечно совершенно необязательный этап готовки но я надеюсь что внешний вид хоть немного эта смесь снаружи обсыпанная но лучше то может еще и на вкус повлияет положительным образом теперь укладываю индейку как-то так как ты не очень аккуратно ее разрезал поэтому это же сейчас не совсем понимаю где индейка где курица надо как-то другому делать может сильнее мясо подмораживать чтобы более аккуратно все укладывалось более четко кстати если прошерстить древнюю настольную книгу всех колбасников справочник наркомпища промо ты там можно найти довольно большое количество эффектных рулетовых колбас вот с таким способом на подачи то есть из разного мяса она на срезе очень красивая я вообще подумала тем чтобы вторым слоем поверх индейки выложить тоненько с нарезанный слой сала но потом передумал потому что на внешнем виде конечно скажется скажется очень хорошо представляете на разрезе сначала слой мяса потом слой сала полосочка беленькая такая потом шахматный порядок надеюсь шахматный порядок вот этих самых двух видов мяса но рулет из птицы а птицы и свиное сало в одном в одной сборке мне кажется не очень будут сочетаться честно сознаюсь как на духу сегодня у меня не до рулет потому что когда я раздумывал над сегодняшним роликом над этим рецептом я хотел использовать три вида мяса и третье мясом должна была стать утиная грудка она же насыщенного красного цвета и рулет был бы более яркий но объехал целых три сетевых магазина нигде ее не смели все безобразие поэтому не до рулет готовлю из того что есть скажем так сегодня у нас будет тренировочный теперь завернуть получше покрепче я подумал что если к примеру бутылку от воды пластиковую вдоль разрезать пополам чтобы желт получился возможно рисунок собирать в таком желтой было бы удобнее но это мои домыслы только надо пробовать все а теперь обвязка показывал не раз и не два постоянные зрители канала наверняка уже могут мастер-классы на мясокомбинатах проводить по скоростной вязке правда и вторая сторона обжать для плотности чтобы форма батончика была более такая равномерная плотная теперь петля подхватил и сбрасываю вторая петля и затягиваю со стороны батона они с наружной стороны для того чтобы каждая следующая петля еще больше затягивала уплотняла батон давайте еще один раз так 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 все рулет обвязан тепловую обработку буду проводить в духовке в батон воткну щуп термометра вот целевая 70 сейчас сам батон 17 и отправляю в духовку обязательно воду на противень долить включить режим конвекции вот так меня постоянно пытают а сколько по времени будет готовиться забудьте про время ориентируются можно только приблизительно плюс-минус час когда вы занимаетесь домашним изготовлением колбас ветчин таких вот уритов птицы время вам только для общего ориентира если вы хотите добиться действительно хорошего результата того результатами который вы будете гордиться вам не время нужно термометр потому что скорость теплопередачи скорость нагрева ваших батонов в духовке зависит от миллиона факторов вы никогда без термометра не сможете настроить вашу духовку так чтобы температура в ней не поднимался выше 80 а поднимать температуру выше 80 нельзя категорически вы никогда без термометра не сможете поймать тот момент когда температура внутри вашего батона достигла 69 70 градусов а перегреете очень высока вероятность получить бульонный отек и практически наверняка у вас будет сухой рулет это будет не то что вам нужно скорость теплопередачи зависит кроме всех прочих моментов от влажности внутри духовки сухой воздух теплоизолятор скорость теплопередачи очень сильно зависит от скорости воздушного потока я же конвекцию там включил вентилятор у всех духах духовки по разному работают в конце концов скорость нагрева вашего батона очень сильно зависит от количества жира вашей колбасе жир обладает гораздо большим тепловым сопротивлением медленнее нагревается чем остальное мясо короче заказывайте в интернете себе термометр и наслаждайтесь домашним колбасированием будем ждать окончания готовки и 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 так долгожданный момент проба вчера эти два батончику у меня в духовке провели в общей сложности шесть часов вот честно говоря очень не люблю готовить изделия ветчинного типа большого диаметра вот это все-таки великоват диаметр потому что застывает температура несмотря на всю воду которая у меня в духовке присутствует я уже полотенца кладу который погружается в противень подвешиваю так вот застывает температура на 66 градусах и все дальше не идет просто беда какая-то ну ладно закончил уже вчера поэтому оставил в холодильнике остыть ее теперь можно разрезать я не запомнил какой из этих двух рулетов у меня был первый и более аккуратный а какой второй поэтому резать будем по очереди давайте смотреть что у нас получилось начну вот с этого более короткого так как-нибудь покрасивший вот так вот наискосок так подождите сначала разрежу 2 потом покажу сразу оба среза так и вот так переживаю честно говоря получится не получится задуманное скорее всего все-таки нет да того вот этот кусок смотрите очень бледный ну не шахматная конечно но такая вот крестик у меня все-таки получился этот второй рулет с не ярко выжженым рисунком я думаю мне нужно будет повторить еще один опыт приготовить это дело все-таки с мясом утки с добавлением посильнее немножечко подморозить кусочки мяса чтобы они более четко держали форму ну хочется надеяться что на вкусе вот этот не очень-то удавшийся рисунок не сказался сейчас проверим но пахнет я вам наложу чудесно просто чудесно вот здесь у меня кусочек и индейки и курицы это вкусно но ощущение легкое ощущение суховатости но у грудки куриной грудки присутствует значит смотрите что я сделаю обязательно в следующий раз и что зря не сделал сейчас мне нужно было не только шкурку но вернее не только грудку использовать в обоих случаях но и купить ну по крайней мере на килограмм мяса не нужно было купить граммов 100 хотя бы 150 либо бедрышко со шкуркой либо просто шкурка отдельно граммов 50 70 эти шкурки куриные измолотить в блендере в пасту и ее добавят сюда в качестве связующего элемента когда в рулете присутствует измельченная шкурка она добавляет такой клейкости такой сочности это вот однозначно так по сочетаемости соли сахара перца чеснока все прекрасно все как я хотел так что этот ролик у меня выйдет под каким динаминованием про неудавшийся шахматный рулет или куры в шахматы играть не умеют а может вы приложите хорошее название огромное спасибо вам за компанию спасибо спонсору самури за предоставлены ножи за остроточные ножи вам спасибо за лайки дизлайки за репост отдельное спасибо вливайтесь в ряды колбасников приобретайте в интернете необходимые вам коллагеновые пленки сетки нитритную соль пряности найдете сами на ближайшем рынке не обязательно обязательно бежать к павлу и закупать вот идет красивые смеси их можно самостоятельно составлять на ваш вкус творите удачи вам и пока удачи